Добрый день, господа! В прошлом видео, посвященном Джиле Маджаро, мы пришли к выводу, что человек, который отдает за эту машину 4,5 миллиона рублей, должен иметь примерно такой фасон, то бишь быть у кепки. Но! Сегодня мы будем говорить не о мониторчиках, не об экранчиках, а я натурально расскажу вам страшную историю про то, из чего состоит китайская лухаря за бешеные деньги. Извините, реферансы делать не буду, колени не те. Поехали, парни! Первое, что должен понимать человек, который отдает бабки за китайский лухаря автомобиль, это то, что в Китае вещь, которая стоит в России 4,5 миллиона рублей, стоит в районе 2 миллионов. Поэтому, в принципе, дома, в родных пенатах, спрос-то другой, как говорится, качество по цене. Но, отдавая 4,5, все-таки вы рассчитываете увидеть что-то красивое. И да, здесь это есть. Отличный салон, я вам его показывал в прошлом видосе, ссылка внизу в описании. Концепция китайцев заключается в том, что вы покупаете внешку. Красивый кузов, богато оделанный, функциональный салон с планшетиками. Что касается самой машины, она может быть разной. То, что стоит за моей спиной, далеко не худший вариант. Но сегодня я не буду вам рассказывать о сильных сторонах, а расскажу о том, что нам не понравилось, когда мы разобрали этот дорогой внешне салон. Крайне избирательное нанесение виброизола. То есть, если вы посмотрите вот сюда, вы поймете, что такое складывается впечатление, что из спины китайского крестьянина вырезали полосы для того, чтобы приклеить их под, соответственно, седалищную часть будущего белого господина. На самом деле, это крайне спорное решение, потому что, в общем-то, оно не обосновано ничем. То есть, явно, что это просто отдельные полоски, наклеенные, как говорится, как бык попысал, и никакого логического обоснования применения этой технологии здесь нет. Кстати, косвенно те же самые китайские технологии можно наблюдать у ногах задних пассажиров. Первое, друзья мои, что меня удивило в этой машине, это наличие в ней брендированного поролона. Знаете, прикольная штука, когда на куске вот этого вот барахла написано джили. То есть, становится понятно, что перед нами не упаковка из-под китайского телевизора, а вполне себе автомобильная запчасть. Это прям как-то вот внушает, но в конце концов, это же на русском рынке практически лухарь и автомобиль. Но, честно говоря, мы не верим в такие изящные решения по совершенно другой причине. У нас есть лучший вариант. Вот это вот то, что я держу в руках, похоже на грудной имплант. Как вы понимаете, у меня грудь примерно второго или третьего размера, мне это не нужно. Но многие женщины готовы этому завидовать. И теперь надо немножко подождать, пока это не обретет привычную форму. Как вы видите, друзья мои, маленький грудной плантик, произведенный, кстати, компанией СТП. Мы продолжаем тестировать их продукцию, превратился во вполне себе такую приятно лежащую в ладони сиську. И сиська это надлежащего качества, наверное. Я не знаю, как вы, лично я планирую проверить. Как вы помните, в одном из прошлых видео мне очень понравилась консистенция того продукта. И знаете, прям вот ассоциативный ряд, ну, видно по моему лицу, что прям очень похоже, очень нравится. Это не какое-нибудь брендированное китайское говно, а реально очень приятная на ощупь вещь. Даже оператор хочет подержать. Смысл сводится к тому, что это нужно для следующего. Пока вы работаете с машиной шумоизоляции, сделав несколько проколов, вы забрасываете вот этот вот бублик в труднодоступное место. И он сам там раскрывается, принимая нужную вам форму. Реально обалденное техническое решение. В качестве защиты китайского подхода к шумоизоляции могу вам сказать, что мы видим здесь инженерное решение, знакомое нам по Тугеле. Проще говоря, китайцы заморочились. Они сделали шумку, которая полностью, как вы видите, повторяет форму автомобиля. К плюсам можно отнести то, что стало действительно тише, чем в большинстве машин. К минусам то, что недостаточно тихо, потому что, как вы видите, владелец все равно выживал действительно качественную шумоизоляцию. И мы, в общем-то, найдем для нее место даже при таких решениях. Как вы видите, друзья, я не лукавил месяца два назад, когда мы тестировали продукцию стандарт-пласт. Мы действительно практически полностью при работе с дорогими автомобилями перешли на их профессиональную линейку. Потому что она легкая и она реально классно работает. Перед вами профи, то есть то, чем мы делаем тачки, которые стоят свыше 4 миллионов. Это как раз тот самый случай. Не важно, что машина китайская. Важно то, что человек, в данном случае получивший это все бесплатно за счет клубного сервиса, мог бы, в общем-то, и отдать за это деньги. Пока мы ему не сказали, что это подарок, он собирался. Потому что, если ты платишь за шумку, надо, чтобы она реально хорошо работала. Так как наш ролик не про шумоизоляцию, я не буду долго на этом сосредотачиваться. Скажу проще, естественно, одной виброй дело не ограничится. Мы используем брома. Это отличный как бы продукт. Теперь могу говорить это без всякого зазрения совести, потому что мы работаем с ним каждый день. Ну, если, конечно, люди способны нам за него заплатить. Он не дешевый. Сами видите, качество впечатляющее. Этим продуктом мы закроем багажник, закроем пространство под задним диваном. Да-да, как раз то самое место, где куски кожи несчастных китайцев, проброшенные производителем. Ну, естественно, арки. Ну, а что касается катары, то она пойдет, как обычно, в переднюю часть кузова. И да, в ней по-прежнему есть гранулы, которые работают таким образом, что, ну, скажем так, визуально вы, сделав эту шумку, будете ощущать снижение звука плюс-минус в два раза. Это очень значимо. Ну, а если в вашей машине есть еще двойные стекла, то будет вообще замечательно. Есть смысл платить такие деньги. Однако вернемся к китайскому конструктиву. Поговорим о плюсах. Они находятся рядом с моей левой ногой. Обратите внимание на то, какие мощные усилители. Один, второй, какое маленькое между ними расстояние. Это говорит о том, что слабые китайские кузова давно ушли в прошлое. И теперь вам нечего переживать при сильных боковых ударах. Я не знаю, что должно у вас въехать, чтобы вы сломали себе кости таза. Это действительно очень достойно. Что касается качества сварных швов, то они идеальны. Не в каждой европейской машине найдешь такое. Как вы сами понимаете, точечной сваркой этот кузов не ограничивается. Есть и другие швы. И они надежно прикрыты герметиком. Вот так. Все. Я бы сказал, идеально. Честно говоря, я помню старые китайские машины. Это были ведра. Здесь дело совсем другое. Это реально хорошая сварка, хорошая, соответственно, герметизация на уровне, ну, по моему мнению, лучших автопроизводителей мира. Те, кто ездил на немцах, должен понимать, как важна проводка. Когда, ну, через буквально 10 лет твоя новая машина превращается в частого пациента сервисов. Потому что трескается оболочка. Все это ломается в руках и превращается в кошмар электрика. Если посмотреть на тот жгут, что у меня сейчас в руках, вы поймете, что здесь все эластично и отлично смотано. Такого я не видел давно. Тем более на китайских машинах. Давайте поговорим о качестве отделки дверей. А что здесь хорошо? Ну, во-первых, есть внутренний резиновый молотинг, который есть далеко не на каждом, даже более дорогом, автомобиле. Во-вторых, соответственно, все это сделано из, ну, нормальных вполне на ощупь материалов. И стоит акустика. Кстати, это БОУС, на ней так написано. Играет плюс-минус хорошо. Ну, не рейндж-ровер, конечно, но, в общем-то, достаточно достойно. И пока вроде прям все у нас так более-менее ничего. Такая история получается в целом хорошая. Прям не китайская. Но, к несчастью, я сейчас во всю эту бочку меда добавлю хорошую ложечку даже не дегтя, а вот прям настоящего говна. По той простой причине, что, как вы помните, я отличаюсь прямотой. Да и джили что-то мне тоже в этот раз, да и в прошлый раз, и в позапрошлый раз не заплатила. Значит, итак, в чем проблема этой машины? Ее проблема в том, что сэкономили на пластике. Наш арматурщик, Павел Сергеевич, которого вы хорошо знаете, очень неплохо умеет разбирать и собирать автомобили. И в теории вот это вот соединение, оно должно было разбираться по-другому. Отдельно должны были быть сняты эти части и отдельно центральные. Но Паша не решился по той простой причине, что машина эта сейчас в России плюс-минус там одна, ну, может быть, их две, которые зашли по серому импорту, просто побоялся сломать. Потому что вот то, что здесь, критики не выдерживает. Пластик очень жесткий, он не эластичный, он не гнется, он одноразовый. Ровно по той же самой причине мы не стали разбирать консоль. Все запчасти наджили, мягко говоря, недешево, а здесь их еще и нет, потому что нет официальных каналов поставки. Поэтому даже опытный Павел Сергеевич не стал вписываться в этот блудняк. Все-таки хозяин хочет получить машину, а, скажем так, не набор отдельных поломанных пластиковых запчастей. Ну, а так как в этот раз за шумку денег мы не брали, это подарок, то, я думаю, пусть лучше будет так. В целом, друзья мои, мне нравится то, что я вижу. Плюсов гораздо больше, чем минусов. Китаец действительно интересный и местами даже прикольный. Вся проблема заключается в том, что у владельца есть еще одно пожелание. Его интересует защита арок. Сейчас, знаете ли, осень, и, в общем-то, многие думают о том, как сделать, чтобы арки не ржавели, чтобы вылетающие зимой шипы не пробивали грунт, и коррозия не лишала вас крайне дорогостоящих автомобилей. Так как, в общем-то, мы люди ленивые, а машина все равно уже стоит на козлах, то мы, наверное, покажем вам одну интересную штуку и поможем решить все ваши проблемы. Ну, связанные с защитой кузовов ваших машин. И для этого нам потребуется одна интересная штучка, которую мы получили инсайдом в СТП. Ну что, пацаны, нужен короткий гайд, я думаю, по поводу того, что обычно люди делают с арками. То есть, когда вы приезжаете на сервис, на пункт антикоррозийной обработки, вам начинают задавать вопросы. Как? Как вы хотите, чтобы люди защитили ваш автомобиль? В 90% случаев люди выбирают самое популярное техническое решение – напыляемая шумоизоляция. Она же, в общем-то, и антикоррозийная. Как вы видите, в баночке что-то болтается, переливается. Это говорит о том, что, в принципе, эта штука хорошая, но жидкая. То есть, говоря по-русски, через 3-4 года большая часть, в общем-то, как бы этого состава смоется к чертовой матери с той поверхностью, которую мы обработаем. Почему? Все дело в том, что в арках есть колеса, и колеса в дождь создают, соответственно, воздушно-водяные завихрения. Там есть еще песочек, все это летит и работает, в общем-то, как абразив, и стирая, и стончая покрытие. Одним словом, это, по большому счету, либо для экономных, либо для тех, кто не ленив. Ну, а вообще, по-хорошему, это, конечно, уже вчерашний день. Надо понимать, господа, что экономен не тот, кто заплатил мало, а тот, кто инвестировал бабки так, что они работают долго и приносят максимально возможную прибыль. Для этого компания СТП придумала двухкомпонентную мастику. Это выглядит так. В чем смысл этого изделия? Это антикоррозийная обработка. Раз. Это то, что добавляет жесткость вашему кузову. Это два. Потому что при нанесении это пластично, но как только вы добавите туда отвердитель, пластичным это будет определенное количество времени. Ну, порядка двух часов. Кроме того, это работает как шумоизоляция, потому что, в общем-то, свой ограничен только вашей фантазией. Ну, та толщина, которую вы будете делать. Можно обработать в несколько слоев. Это отличное техническое решение, но у нас есть инсайт. В этой банке содержится то, чего еще нет на рынке. То, что отлили наши хорошие знакомые прямо на производство. И кисть, которую я держу в руках, говорит о том, что, в общем-то, это тоже пластично. Ну, как и эта мастика. Но по составу они разные. Все дело в том, что сюда, в этот состав, который немножко отличается по консистенции, по формуле от того, что в этой банке добавлены еще и гранулы. Сходные с теми, которые добавляются в саму шумоизоляцию. И добавление гранул добавило еще один прикольный момент. Теперь мы можем говорить о том, что машина будет значительно тише. И в итоге мы поэкспериментировали, и у нас плюс-минус через три часа получилось вот это. Знаете, самая большая проблема мастик заключается в том, что с возрастом они становятся хрупкими. Что мы имеем на данный момент? Давайте я вам покажу. Это выглядит плюс-минус вот так. Как вы видите, не единого разрыва. Можно говорить о том, что, в принципе, это достаточно пластично, хоть и разгибается. Можно ли это сломать? Ну, конечно, можно. То есть, сделав вот такое движение, мы получим тот самый пресловутый разрыв. Но это не будет являться проблемой, потому что такое может произойти, друзья мои, по сути, только при ДТП. В целом, конструкция интересная. И если посмотреть, становится понятным, что она достаточно прочная. А так, друзья мои, согласитесь, все это лишь теория. Лучше один раз попробовать на практике. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится следующее. Открыть баночку и вспомнить уроки химии. Я не знаю, как вы, я все время любил смешивать. Когда был маленький, а когда подрос, полюбил еще и взбалтывать. Ну, помните, как вот этот вот Бонд, Джеймс Бонд и вся вот эта вот конетель. Очень занятная процедура. Вот, особенно если мешаешь виски с ковой. Ну, как бы то ни было, мы добавляем этот чудесный реактив и зовем Павла Сергеевича, который сейчас все это размешает и прямо на ваших глазах нанесет на арке. А я покажу вам, что из этого получится. Всю элитарность этого адского состава подчеркивает его внешний вид. Согласитесь, все это офигенно похоже на нашу родную, так сказать, отечественную черную икру. И наносится в целом вот так. То есть, грубо говоря, мы можем регулировать толщину. Но, опять же, это теоретические изыскания. И скоро Павел Сергеевич покажет вам на практике, как это будет выглядеть. Как по мне, интересная штука, особенно когда застынет. Ну, и, в общем-то, как бы от опытов перейдем к практике. Настало время Павла Сергеевича. Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Как вы видите, господа, в принципе, ничего сложного в процессе нет. То есть, напоминает действительно банальное окрашивание. Единственное, что вам нужно будет делать, если вдруг решите сотворить такое на даче под пиво, надо хорошенько промыть поверхность и обезжирить. В данном случае мы это сделали нефрасом. Ну, и, в общем-то, как бы регулировать толщину слоя, конечно. А во что все это превратится по факту, я вам покажу, когда все это высохнет. Ну, и пока Павел Сергеевич изучает новое, то есть, проще говоря, в русской традиции черной икрой покрывает арки китайского автомобиля, я предлагаю дать ему возможность все это доделать. Доделать арки и доделать шумоизоляцию. А потом мы перейдем к самому интересному, к тому, как эта машина устроена снизу. Как реализована ее ходовая, какая у нее трансмиссия и какой двигатель. Будет интересно. А пока смотрим на то, как работают умные, умелые люди. Ну что же, друзья мои, как вы видите, Павел Сергеевич закончил свой подход. Вот было красиво технично, как всегда, но я хочу рассказать вам не об этом. Давайте поговорим о техничке. В начале ролика я говорил, что перед нами полная сестра Тугела, по сути. И это правда, потому что, в общем-то, то сердце, которое здесь стоит, двухлитровый турбомотор на 238К был, здесь, конечно, заимствован у младшей сестры. Что я могу о нем сказать? Он силуминовый, то есть сплавной, из легкого сплава сделана как голова, так, соответственно, и блок цилиндров. В общем-то, это не особо ему мешает, потому что, несмотря на надписи Link & Company, перед нами, конечно, ременный мотор от Volvo. И, в общем-то, по большому счету, никаких проблем с ним на Тугеллах выявлено не было. Здесь, соответственно, есть четыре катушечки, есть впускной коллектор и, в общем-то, электроника, если судить по тому, что на ней написано, китайского производства. Датчик, произведенный в Германии, обнаруживается один. Он вот здесь. Ну и, по большому счету, говорено об этом не раз, поэтому долго говорить не буду. Отмечу лишь то, что классическая компоновка свойственная для переднеприводных, а не полноприводных машин. То есть, поперечное расположение двигателя, а коробка сагрегатирована с левой стороны. Обычно во всем мире более старшая модель сделана более качественно, ну, потому что стоят дороже. У китайцев свой подход. Если вы посмотрите подкапотку на Тугеллах, вы поймете, что она окрашенная в цвет кузова. Здесь, соответственно, на этой тачке подкапотка загрунтована. Это видно вот здесь. Кроме того, по задумке китайского архитектора, всю эту конструкцию сверху венчает обычный щит, закрывающий мотор. На младшей сестре пластиком закрыт весь проем капота. Ну, то есть, тоже как бы достаточно странная экономия. Если говорить о коробке, то все журналисты пишут, что здесь стоит расчудесный айсен, произведенный в Японии. О восьми ступенях. Гидроавтомат. Классический, без всяких современных телодвижений. Но, если на Тугеллах мы действительно видим шильдик, на котором написано, что это айсен и что это мэйд ин джапан, то здесь мы видим уже другой шильдик. Тут написано, что это все-таки линк энд компани. Но индекс стоит тот же. Я не знаю, чем это обусловлено. То ли китайцы оборзели настолько, что на японскую коробку стали вешать свои шильды, то ли они научились их производить у себя в стране. Тут вопрос остается открытым. В чем заключается идея этой тачки? Идею этой тачки можно сформулировать просто. Как и Тугелла, это машина по нитке со всему мира. Мотор от Вольво, грубо говоря. Коробка условно японская. Взглянем на рейку. Это электрорейка. Если вы посмотрите на шильд, который вы сейчас увидите, вы поймете, что рейка сделана компанией ZF. Правда, в Китае. В чем заключается прелесть всей этой платформы, всей этой конструкции? В том, что это удалось хорошо подружить. Это действительно здорово едет. Если смотреть на правый несущий элемент кузова, становится понятно, что в принципе у себя в стране китайцы знают, что такое антикор. Мы можем наблюдать его здесь, а вот здесь граница великого конфуцианского знания заканчивается. И далее начинается обычная русская лень. Выглядит это примерно вот так. И что я могу сказать? Избирательный подход, как это принято сейчас у любого автопроизводителя в любой стране мира. Так как перед нами полноприводная, в общем-то, китайская машина, мы наблюдаем классический бутерброд. То бишь кардан у нас идет в нише поверху, он оснащен подвесным подшипником, есть свое крепление, вот это, которое вы наблюдаете, а нижним ярусом идет глушитель. И, в общем-то, если провести прямую, мы понимаем, что это нижняя точка всей этой конструкции. Ну, не считая экранов, конечно. То есть сначала вы оторвете экраны, потом оторвете глушитель. И, в общем-то, я это рассказываю к тому, что на бездорожье, конечно, на этой тачке ездить не надо. Не, ну формально, конечно, у вас есть возможность поехать на бездорожье. Все-таки здесь есть задний дифференциал, есть редуктор и, соответственно, есть расчудесный Хаудекс. Кстати, вы, наверное, обратили внимание на то, что все это дерьмо ржавое. Я вам объясню, почему. Ровно такие же запчасти плюс-минус стоят у меня на Туареге. То есть это вот предмет гордости тех, кто передергивает на Германию. Именно поэтому все это вот на новой машине сгнило еще до того, как попало, по сути, в Россию. И это, друзья мои, не китайские. Это высокие европейские, а точнее немецкие технологии. Помните в первом ролике, где был обзор этого всего китайского изделия, я говорил о том, что Маджара прилично едет. Ну, она динамичная достаточно для своего мотора и неплохо держит дорогу. Ну, на разумных скоростях, конечно. Почему? Потому что здесь стоит задняя многорычажная ходовая, собранная, конечно, на подрамнике. И, в общем-то, вот эта вот не особо мудреная конструкция обеспечивает пристойную управляемость. В чем заключается китайский подход? Вы можете посмотреть на заднюю часть глушителя. Напоминаю, тачка новая. Мы не будем говорить о том, что выхлоп заворачивается как поросячий хвост, как с левой, так и с правой стороны. Мы взглянем вот сюда и поймем, что на новой машине в полный рост уже идет коррозия элементов системы выпуска. Мы поймем, что все привода гнивые, как вы это уже видели, потому что они не окрашены. Ну, а зачем тратить деньги? И, в общем-то, чувствуется, что подход тут скорее одноразовый. Что вот нет желания сделать вещь хорошо и надолго. Поговорим о тормозах, друзья мои. Ну, достаточно большие, в общем-то, по размеру диски. Удивительно то, что при толщине где-то, наверное, ну, почти в сантиметр они не вентилируемы. Это удивительно. То есть, ну, как бы, немножко нелогично выглядит. И, естественно, вся эта конструкция дополнена элементами электронного ручника и, в общем-то, по большому счету, крайне небольшими по размеру колодками. Так любят немцы. Кстати, пока мы здесь, можно посмотреть, во что превратился наш этот вот кавер. Ну, икра черная, скажем так, которой мазал все это дело Павел Сергеевич. Как вы видите, все это застыло. И теперь не боится отверток и спокойно переживает царапание ею. Ну, то бишь, это теперь один раз и навсегда. Будет тихо и можно не бояться того, что вот эти вот чудесные шипы на резине Пэрелли прошьют эту защиту. Арки гнить не будут. Спереди мы наблюдаем следующее. 20-е колеса 20-го диаметра, которых не будет на российском рынке, как я понял, из релиза никогда. Кроме того, мы видим достаточно большие суппорта с большими массивными колодками. Именно если мы посмотрим вот сюда, то увидим, что суппорта одноцилиндровые, однопоршневые. И, в общем-то, это странно, потому что, ну, вроде как, идеологически это должно ездить достаточно быстро. Будем надеяться, что тормозов хватит. Ну, даже лет через пять, когда это все чуть-чуть подзакиснет. Итак, мои друзья, резюме. Опять же, по моему субъективному, не журналистскому и не экспертному мнению. Что перед нами? Перед нами действительно интересный по дизайну и салону автомобиль. Ну, местами даже привлекательный и симпатичный, чего греха таить. Здесь стоит турбинка, поэтому она резвая. Соответственно, технология, которые применялись в ее создании, по большому счету, не китайская. То есть здесь есть шведские технологии, есть немецкие технологии. Дизайн, в общем, тоже не особо китайский. Становится понятно, что вкусы страны меняются. И, в общем-то, из оляповых, таких нелепых машинок они начинают делать вещи. Это не может не радовать. То есть, если убрать все вот эти вот шильдики с иероглифами и написать вот здесь, что это там, допустим, какой-нибудь Volkswagen, я думаю, человек, не сведущий, охотно в это поверит. У меня нет претензий по техничке, у меня нет, в общем-то, глобальных претензий по поводу пластика. Ну, исключая, точнее, пластик. Все остальное мне понравилось. У меня есть претензии только к цене. Напоминаю, в Китае вот это вот все стоит в районе 2 миллионов рублей. А у нас это стоит в районе 4,5 миллионов. Как по мне, хоть мы и богатая страна, и кладовая всего мира, но это как-то дороговато. Брать или не брать, решайте сами. Вот с этим трудным выбором я, пожалуй, вас и оставлю. Пока, парни. Субтитры создавал DimaTorzok